Всем здравствуйте! Давайте сегодня мы поподробнее поговорим о процессе выращивания агератума из семян. Процесс выращивания агератума мы начинаем с посева семян. Сегодня у нас 7 апреля и это для меня оптимальное время, когда я могу приступить к посеву данного однолетника. Но все же хочу обратить ваше внимание и сказать о том, что если вы выращиваете рассаду данного растения в комнатных условиях, на подоконнике, либо используете подсветку, то сроки все же нужно сместить и приступить к посеву на 2, а может быть даже на 3 недели раньше. То есть в середине, либо в конце марта. Итак, прежде чем приступить к посеву, нам необходимо подобрать емкость. В моем случае это обычный пластиковый пищевой контейнер объемом 250 мл. Обращаю ваше внимание, что лично я на дне дренажное отверстие не делаю. Но если вы в себе не уверены и страдаете, как, впрочем, бывало и у меня, переливами, все же отверстие лучше сделать. Как вы видите, контейнер я уже наполнила легким питательным грунтом на основе торфа. Данный грунт приобретенный. Мы уже на протяжении нескольких последних лет отказались от своего грунта именно при выращивании сеянцев, как овощей, так и цветов. И вот именно данный грунт мы приобретаем, смешиваем его с вермикулитом и используем для выращивания сеянцев. Итак, грунт у меня уже увлажнен, уплотнен. И сейчас можно как раз распределять по поверхности грунта семена. Вот они здесь представлены. Семена у агератума достаточно мелкие. И думаю, что поштучно нет смысла их сеять. Удобнее просто россыпью мы любым способом, можно просто руками, я вот воспользуюсь такой небольшой бумажечкой и распределяю как можно равномерней по поверхности. Итак, семена я распределила. И сейчас, чтобы они лучше соприкоснулись с грунтом и впоследствии хорошо напитались влагой, еще раз я буквально чуть сбрызгиваю из пульверизатора водичкой. И здесь мы можем с вами поступить двумя способами. Можно присыпать семена буквально тонким слоем, 1-2 мм. Можно таким же сухим грунтом, вермикулитом, перлитом, песочком. Кому как удобно. Но я вот лично ничем семена присыпать не буду. Оставлю их на поверхности. И сейчас мне остается наш контейнер плотно закрыть крышечкой и поместить в светлое, теплое место. Оптимальная температура для прорастания семян агератума в пределах 20-22 градусов Цельсия, то есть комнатные условия. И нам остается дождаться всходов. Прошло 2 недели от момента посева семян агератума. Вот посмотрите, пожалуйста, какие результаты имеются в настоящее время. Я высевала 2 сорта в одно и то же время, в одни и те же емкости. И вот вы можете видеть, что результаты очень неплохие. Схожесть неплохая у данных сортов. Здесь сорт сокровища ацтеков. Здесь, я думаю, всем хорошо известный сорт голубая норка. В целом могу сказать, что в течение 4-5 дней семена проклюнулись и появились достаточно дружные всходы. Если говорить об уходе в настоящее время, то это, конечно, хорошее освещение. Но у меня буквально с момента появления первых всходов емкости находится в теплице. Как вы понимаете, с этим проблем нет. Если вы выращиваете агератум в комнатных условиях, то это либо подсветка, либо хорошо освещаемый подоконник. Полив по мере подсыхания грунта, нужно, конечно, следить за влажностью и слишком усердствовать не стоит. Но и сильное пересыхание тоже ни к чему. И температурный режим, это комнатные условия в пределах 20-22 градусов Цельсия. Вот лично у нас в теплице даже в ночное время температура понижается и она в пределах 17 градусов. Это растению не повредит. Посмотрим, как будет чувствовать себя агератум через некоторое время. Прошло практически 3 недели. Вот посмотрите, пожалуйста, как чувствует себя рассада агератума в настоящий момент. Она подросла, значительно увеличилась в размерах. И, конечно, здесь буквально уже густой-густой лес. Однозначно пришло время распекировать уже данные растения в емкости. И, как вы видите, в качестве отдельных емкостей я выбрала пластиковые горшочки объемом 250 мл. На дне обязательно дренажные отверстия должны присутствовать. И вот уже горшочки я наполнила легким питательным грунтом на основе торфа с минимальным добавлением гумуса и вермикулита в качестве разрыхляющего субстрата. Емкости общие, в которых наша рассада содержится, я буквально 2 минуты назад залила, можно сказать, буквально устроив поток водой. Это для того, чтобы нам было как можно удобнее извлекать растения. И вот я сейчас извлекаю буквально сплошной такой у нас пласт единых корней и растений. Вот вы можете видеть, сколько здесь было воды. И аккуратно буду даже вот так, можно сказать, разрывать корешки, потому что другого выхода нет. Если вы, конечно, сеете агератум, допустим, из профессиональной серии, когда это по одному, допустим, семечку, или же просто не так густо, как я, в этом случае, конечно, удобнее с растениями обходиться при пикировке. Но все равно агератум неплохо отзывается на такие манипуляции. Понятно, что растения травмируются, но бояться не нужно. Он хорошо приживается, и в целом растения развиваются неплохо, цветут, и все с ними будет в порядке. Вот я сейчас хочу несколько растений отделить и поместить их уже в отдельные стаканчики, точнее горшочки. Делаем углубление. Хочу отметить, что грунт у меня слегка влажный, чтобы удобнее было работать. И вот хочу продемонстрировать, хотя, может быть, корневая система это не совсем данного растения, поскольку здесь буквально клубок, но видно, что корешочков много, они все беленькие, и в целом растение развивается неплохо. Помещаем данную рассаду агератуму в валуночку, заливаем немножко водичкой, и нам остается аккуратно прижать сеянец. И в целом заглубить постараться нужно до семидольных листочков. Вот так совсем немножко фиксируем. И сверху воды я поливать больше не буду, поскольку достаточное количество влаги было в грунте, и чуть-чуть мы полили при помещении туда сеянца. Вот так, готово. Хотя, честно вам признаюсь, все же считаю, что одному растению данного горшочка многовато, и я достаточно часто практикую так называемый букетный способ пикирования, и могу вам точно сказать, что агератум хорошо развивается, даже если мы будем пикировать его не по одной штучке, а именно по три, допустим, две, три, это однозначно будет неплохо. Я также пикировала вот в такие пол-литровые горшочки по несколько растений, думаю, что в этом году также все же не удержусь, рассады очень много, и, естественно, своих трудов жалко. Думаю, что некоторое количество рассады я помещу отдельно, а затем несколько, конечно же, штук буду помещать в отдельные горшочки. И в дальнейшем, я надеюсь, нам удастся сравнить, что в итоге получится, то есть каков будет результат, стоит ли нам тратить больше времени на отдельную пикировку, или же букетным способом гораздо быстрее и легче нам поступить. Если говорить в целом об уходе за растениями после распикирования, то это обязательно хорошее освещение, но нам грех жаловаться, растения находятся в теплице. Хотя стоит упомянуть о том, что первые два денечка все же стоит их немного притенить, поскольку жаркие лучи могут здорово растению повредить. Температурный режим, конечно, если вы выращиваете на подоконнике в комнате, то там все стабильно. Здесь, конечно, в солнечные жаркие дни температура повышается гораздо выше, и нам приходится проветривать, но вот в ночное время она держится в пределах 17-18 градусов. Это то, что необходимо. И полив по мере подсыхания грунта. И опять же, если мы выращиваем их в домашних условиях, полив не так часто, я думаю, что не раньше, чем через неделю стоит поливать распикированные растения, но в теплице полив гораздо чаще, поскольку грунт пересыхает быстрее. Ну что ж, посмотрим, как будет чувствовать себя гератум через некоторое время. Сегодня 30 мая. Возвратные заморозки отступили, и мы надеемся, что больше они нас не побеспокоят. Пришло время высадить агератум уже на постоянное место в грядку. Вот посмотрите, пожалуйста, как чувствует себя рассада данных растений в настоящий момент. Здесь у меня, как растение, высажены вот в такие полулитровые горшочки букетным способом, то есть по несколько растений. Также вот рассада единичных экземпляров. Могу сказать о том, что во время нахождения рассады в теплице уход заключался, естественно, в регулярных поливах. Была одна подкормка комплексным минеральным удобрением, а также, поскольку рассада, вот можно видеть, что тоже достаточно вытягивается, все же ее было много, и она плотно заставлена была, я ее прищипывала для того, чтобы все же растения были более плотные в виде кустика. Вот можно видеть, что как раз срезана верхушечка, и пошли 4 боковых побега, поскольку все равно вытягивалась она достаточно сильно, несмотря на хорошее освещение. Ну и в целом, конечно, она уже давным-давно готова к высадке на постоянное место. Но прежде хочу сказать, несмотря на то, что в целом грунт здесь достаточно питательный, поскольку мы регулярно вносим в грядку компост, но ни в коем случае не свежую органику не нужно путать. Здесь именно перепревший навоз, то есть компост. Но все же в лунку для того, чтобы питания растениям хватило по максимуму, как говорится, на весь сезон. Хотя, может быть, какая-то единичная подкормка и будет, но об этом позже. Сюда я вношу вот такую смесь. Здесь у меня гумус, именно червячный гумус, достаточно концентрированная органика. И также я добавила сюда комплексное минеральное удобрение пролонгированного действия. Небольшое количество, но этого вполне будет достаточно растению. То есть по небольшой корточке в каждую из лунок я бросаю такую вот добавочку. Далее нужно аккуратно все перемешать. Далее вода. Также напоминаю, что обязательно перед высадкой любыми манипуляциями растения в емкостях нам обязательно следует пролить водой. Итак, начинаем высадку. Давайте посмотрим, что там происходит с корешками. Вот одно растение. Ну, здесь, в принципе, могу сказать, что, конечно, корневая уже заполнила все пространство. Но пока еще более-менее корешочки светленькие. Но хотя растение уже, конечно, готово к высадке. Помещаем его в луночку, аккуратненько прижимаем, фиксируем грунтом. И готово. Все, гератум у нас данный высажен. Давайте еще вот растения посмотрим, которые букетным способом. То есть здесь их несколько. О, здесь наглядно видно, что, конечно, корневая очень мощная. Но благо она, опять же, еще все же достаточно светлая. Еще пока растение не портится, но, можно сказать, на грани. Поэтому очень хорошо, что пришла возможность нам высадить растение. Иначе, конечно, если растение испортится, то уже хуже будет приживаться. Итак, высаживаю оставшиеся растения. И если говорить об уходе, то, в принципе, первое время мы даем растениям прижиться. Ничего, никаких манипуляций мы с ними не делаем. Единственное, что, если будет жаркая погода, не забываем с вами про полив. Также хочется отдельно сказать про мульчу. Мы про нее также не забываем обязательно. Как предоставится возможность, я растения все замульчирую хорошим слоем. Поскольку это необходимо в качестве защиты корневой системы от перегрева. Влага дольше в грунте содержится. Ну и, конечно, с сорняками бороться гораздо проще и удобнее. Не нужно рыхлить, и они не так быстро начинают наше растение зарастать. Ну и так, я высажу оставшиеся растения. И в целом посмотрим, как будет чувствовать себя агератум через некоторое время. Прошло 5 недель с момента высадки рассады агератума на постоянное место. Вот посмотрите, пожалуйста, как чувствуют себя растения в настоящий момент. Разумеется, они все хорошо прижились, нарастили зеленую массу. И сейчас неплохо, на мой взгляд, цветут. Хотя могу сказать, что, конечно, компактной формы здесь и не пахнет, если можно так выразиться. Никакими 15-20 сантиметрами. Здесь все 40 и даже 45. Вот такие высокие цветоносы. Но по цвету хотя бы то, что и было обещано. Это сорт голубая норка. Хотя я очень хотела видеть здесь более все же компактное растение. Высотой не более, как я уже сказала, 15-20 сантиметров. Но ничего, в любом случае мы ухаживаем за нашим агератумом. И сейчас обязательно следим за поливами. Они должны быть регулярными, поскольку цветение растений идет активно. И в целом, для того, чтобы оно не теряло декоративности, разумеется, мы раз в два дня очень достаточно обильно проливаем наши грядки в целом агератум водой. Желательно теплой, отстойной водой. Все же из центрального водопровода не совсем подойдет. Но это, конечно, по возможности. И в целом уход прополки рыхления. Хотя, как вы видите, зелень здесь достаточно плотная и густая. Сорняков, по большому счету, здесь нет. Все же и мульча помогает и действительно достаточно неплохо отвоевывает себе территорию агератум. Никаких подкормок я не производила с момента высадки. Но думаю, что все же не в небольшом количестве. Возможно, это будет даже по листве вне корневая подкормка. Посмотрим, как будет удобно. Можно одну подкормочку комплексным минеральным удобрением произвести с преобладанием фосфора и калия. Эти элементы сейчас необходимы, поскольку растение очень обильно цветет. И думаю, что когда уже первые распустившиеся цветоносы все уже потеряют декоративность, мы с вами не забываем их вовремя удалить. И, естественно, растение выпустит новые цветоносы. И также будет свести у нас в течение всего летнего осеннего периода. Ну и в целом все, что сейчас необходимо агератуму, что касаемо ухода. Посмотрим, как он будет себя чувствовать через некоторое время. Прошло чуть более трех недель. У нас конец июля. Вот посмотрите, пожалуйста, как чувствует себя агератум в настоящий момент. Несмотря на то, что в прошлую нашу встречу я думала, что цветение агератума продлится не очень долго. И уже я была уверена, что буквально через неделю мне придется срезать все соцветия. Но еще пока я ничего совершенно не срезала. Это те же соцветия. Но, конечно, они немножко увеличилось их количество, поскольку наращиваются боковые побеги. Но буквально все то, что мы с вами видели в прошлый раз, это продолжает свое цветение и наращивается еще больше и больше за счет боковых побегов. Конечно, если присмотреться, то первые побеги все же небольшое их количество в зависимости от общей массы однозначно нужно удалять. И вот сейчас, разумеется, я, вооружившись секатором, ножницами, обязательно все это удаляю максимально низко, где мы видим, наращиваются боковые побеги, поскольку это замечательно продлит цветение агератума. Вот центральную я удаляю, и два боковых соцветия еще продолжат свое цветение. И затем, когда удалю их, разумеется, еще боковые побеги также будут наращиваться. То есть, в принципе, конечно, могу сказать, что агератум все же растение весьма долгого срока цветения, очень интересное. И, конечно, очень неплохо смотрится у нас как в открытом грунте, на грядке, так и в качестве бордюрного растения. Но, опять же, подчеркну, все же, в качестве бордюрного растения мы с вами должны выбирать более компактные сорта агератума, чтобы все же они не занимали по площади такой объем и были, естественно, не заслоняли за собой более низкорослые или, допустим, такого же роста растения, поскольку здесь рост колоссальный. Ну что ж, сейчас я займусь тем, что аккуратненько удалю все некачественные уже отсветшие соцветия. Также хочу сказать о том, что мы продолжаем полив агератума, пусть не так часто, поскольку на смену все же совершенно сухой погоде к нам пришли дожди, периодически все же, пусть не так много, но они проходят, и влага в грунте все же есть. Вот вчера, благо, нам удалось избежать полив, поскольку прошел небольшой дождичек. Но в целом забывать о поливах не стоит, все же агератум достаточно влаголюбивое растение, но застой воды не переносит. И за указанный промежуток времени один раз была произведена подкормка комплексным минеральным удобрением с преобладанием фосфора и калия, чтобы цветение было как можно обильнее, продолжительнее и качественнее. Думаю, что до середины августа еще, может быть, раз я произведу подкормку копия таким же удобрением для цветущих, и думаю, что больше подкормок агератуму не потребуется. И по мере, конечно, порчи соцветий буду их постепенно удалять. Бояться не нужно, вот такие длинные побеги однозначно буду убирать, чтобы растение все же слишком сильно не разрасталось. Но и в целом агератум неплохо переносит стрижку, если вы видите, что куда-то немножко не в ту сторону растения устремили свой рост, мы смело можем его подстричь и не бояться, поскольку он также очень быстро наращивает зеленую массу и, разумеется, продолжает свое цветение. А на этом, пожалуй, все, что хотела сказать и рассказать о процессе выращивания агератума из семян. Желаю вам красивых цветов и до скорых встреч!